Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Диего Веласкес. Менины. Около 1656 года. Холст масла. 318 на 276. Достаточно привычная, большая картина. При испанском дворе Фрейлин, с детства служивших у принцессы, называли менинами. Действие происходит в обещании дворца, превращенного в мастерскую живописца. В центре комнаты стоит маленькая, белокурая принцесса Маргарита. Одна из Фрейлин подает ей кувшин с питьем, другая присела в почтительном поклоне. Поднесение питья инфанти определялось дворцовым этикетом, строгим порядком, церемонии и воспроизведено художником во всех деталях. Изображенная группа исполнена необычной грацией. Игра света и блеск красок придают ей вид изысканного цветника. Справа от принцессы любимая карлица и мальчик-карлик, толкающий ногой пса. Слева виден оборот Мольберта, за которым сам художник. Чуть дальше выделяется фигура двух придворных. А в глубине, в дверном проеме, силуэт еще одного человека, отводящего рукой заново. Растворенная дверь углубляет пространство, откуда струится свет, играющий переливами красных, золотистых, розовых и зеленоватых тонов на одеяниях героев. Украшает интерьер, словно светящий изнутри зеркало, в котором отражается королевская чета. Филипп IV и его вторая жена Мариана Австрийская. Она присутствует за пределами картины. На них направлены взгляды придворных и художника. Так Веласкес расширяет сюжет картины, включая в действие незримо присутствующего наблюдателя. А сцена с инфантой становится точкой исхода реальности и зеркали. Существуют различные толкования жанра картины. Его можно рассматривать как портрет инфанты Маргариты, единственной дочери короля всеобщей любимцы. Остальные дети во втором браке были мертворожденными. Но принцессу на картине окружают не просто придворные, а конкретно исторические лица. Фрейлина Мария Сармента и Изабелла Девеласко. Изображены с достоверным сходством. Художник возле холста, сам Веласкес. Все это позволяет говорить о картине, как о групповом портрете. Вот такое описание картины Менины Диего Веласкеса я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания Великие музеи мира.